Она уже стала частью меня, и сегодня я покажу её вам. А теперь мы готовим суп из брокколи, там уже есть картошка, из брокколи, посмотри, покажи брокколи, покажи, покажи, вот брокколи. Теперь мы, ой, не, ответ, снимай, 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 так, увижу, а теперь мы заливаем эту скидку. Всё, издалека. Как можно сказать в кануле? Это будет вкусный суп, приходите в гости. Мы сегодня сделали крутые супы, и мы сделали суп. Смотрите. Воркс. Зелёный суп. Зелёный. Блин, он зелёный. Да. Воркс. Корректор Анастас. Да. Это я. Это первый этаж с 200-го. А теперь смотрим сколько здесь. 48 этажей. Это жесть. Когда-нибудь я сниму видео, когда мы поднимемся на самый верх. Это будет не сегодня, потому что сегодня у меня работа. Увидимся на работе. Субтитры сделал DimaTorzok Прикиньте, есть разница, либо как там громко, либо как здесь тихо. Мы находимся в довольно-таки тихом месте, в Рокскофе, и не на оживленном улице. А на улице, где люди просто живут и отдыхают. Вот, заходите к нам отдохнуть. И вот так вот бежим. Видишь, получается. Я на работе. Это Аняна. Это ульта. А это грязная посуда. А это штрудель. А это грязная посуда, которую буду сейчас мыть. Реана что-то очень сосредоточено фотографирует. А что получилось? Нет, не получилось. Реан. Реана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Все что-то делают, куда-то бегут в середине рабочего дня Да, неудивительно Сейчас я покажу самое высокое здание в Екатеринбурге Точнее, уже не самый высокий, но вот оно Видно? Видно? Давай сниму Давайте Отлично Классы люди! Это Екатеринбург Люблю этот город Дианго Диани В Swan В Шан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где вы все? Вот этот кальян может быть бесплатным для вас Приходите, я подарю Первым, кто попросит кальян, я подарю Все, приходите Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ребят Хотел немного рассказать о влоге, которым я пишу И о сериях, как они будут выходить Я хочу вообще, в принципе, делать теории каждый день Но смысл в том, что я не успеваю смонтировать видео день в день И иногда, возможно, придется делать задержки Ну вот, как-то так А еще оказывается Когда ты делаешь влог Когда ты монтируешь видео Ты же смотришь на себя Смотришь на то, как ты разговариваешь Какая у тебя мимика на лице О том, что ты говоришь Вообще, какую тему ты выбираешь И я могу сделать несколько выводов Из этого Определенно три основных вывода Первое Это то, как ты разговариваешь То, как ты разговариваешь Это включает в себя и твую мимику И твоя манера говорить Твой голос Естественно, твой голос на видео Когда ты снимаешь Он сначала никогда не нравится Он кажется каким-то незнакомым Каким-то другим Но ты с ним живешь всю жизнь Просто ты его не слышишь А ты, когда слышишь его со стороны Ты начинаешь задумываться Ты ли это И начинаешь принимать И воспринимать себя по-другому Как не внутри себя А как снаружи Это по поводу того Как мы говорим Второе Это что мы говорим Это вот именно сценарий Который нужно писать Или хотя бы думать заранее О том, что рассказать людям Я сначала думал, что это не важно И буду просто снимать влог О том Вот я тут что-то делал Вот я делал кофе Вот я разговариваю с ребятами Вот я еду на машине домой Ну, блин У меня даже само это иногда неинтересно Даже монтировать неинтересно Вот такое Вот И третье Основное Даже Это посыл И то Вообще Зачем ты это делаешь Так вот Я для себя определился Зачем же я веду влог С предыдущими Двумя вот этими причинами И темами Я Блин Сейчас как раз и запутался Вот эта вот проблема Вести у себя в голове Вот этот весь сценарий Который ты прописал Это сложно И вот Это основная причина Зачем я этим занимаюсь Это научиться Простраивать связи Сценарий Вся в голове Научиться Простраивать Вот это вот Смысловые связи И формировать их Между собой Это развивает Твое голову Развивает Твое мышление Еще причина Это Научиться Правильно говорить Правильно вести себя Естественно Не только на камеру Но вообще Когда ты смотришь На себя со стороны Посмотреть Даже не со стороны Как это сказать Ты воспринимаешь себя Как воспринимают Другие люди Ты понимаешь Что это ты Но ты видишь Как ты себя показываешь Преподносишь Так вот Я хочу научиться Преподносить себя правильно Ну и красиво Соответственно Чтобы меня люди Правильно воспринимали И посмотреть на то Как я доношу Свои слова Свою идею Именно со стороны И подумать Правильно ли я это делаю Вот Это основные причины Почему я занимаюсь Именно этим влогом И почему я Начал заниматься им То как оно будет проходить Я не знаю Но я буду стараться Выкладывать влоги Каждый день Не знаю Как это получится Но Будет интересно В первую очередь Это будет интересно для меня Надеюсь Для вас тоже Спасибо А тут открыто А вот так вот снимай Рабочие моменты Идем до магазина Вот Можно вот так вот Я чувствую Как это непросто Чувствуешь? Да? Чувствуешь, да? Не, я уже привык Я за третий день Уже привыкаю К камере И то, что что-то снимается Надо просто привыкнуть И делать вид Что ничего не происходит Это как порог вхождения Ты знаешь, как Какого Заходишь куда-нибудь В магазин Или И такие на тебя И снимаешь на камеру И люди вокруг Да Что? Что происходит? Кто ты? Почему ты это делаешь? В автобусе То же самое На тебя так смотрят Меня на улице Спрашивают уже А что это ты делаешь? Я говорю Я блог с моим Да Есть такое Но, блин А самое интересное Это когда ты рассказываешь Ну вот Ты же слышишь на камеру Свой голос Вообще по-другому Да Я вообще необычный И он, скорее всего, не нравится Да И я когда монтирую Блин Я такой думаю Черт, это мой голос Я поэтому Очень мало видео Где я сам что-то говорю В основном Что-то Кто-то говорит Субтитры сделал DimaTorzok